Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Посоветуйте, как поступить. Есть отношения с мужчиной, но они не развиваются по причине того, что разные религии и семья мужчины не очень довольны его выбором. Есть чувства у нас, но семья сильно влияет на него и отношения не развиваются. Как поступить? Добиваться своего, возможно, их мнение поменяется, привести в дружеские или оставить человека и идти искать другого? Спрашиваете вы. Ну, вы знаете, вот самим фактом появления такого вопроса, на мой взгляд, вы уже демонстрируете то, что вам ваш партнер не столь важен именно в эмоциональном плане, раз вы готовы, грубо говоря, идти искать другого. Вот. И идти искать другого, чтобы что? Чтобы новые, чтобы отношения развивались так, как вам нужно, вероятно. Но в таком случае имеет смысл говорить о том, что вам важен не сам человек, а именно то, что вы получаете в ходе развития отношений. И, на мой взгляд, вещи это совершенно разные. То есть, на мой взгляд, не стоило бы смешивать воедино ваши потребности в развитии отношений и то, что вы хотите, например, делать для другого человека, то, что вы хотите ему, там, условно говоря, дать и так далее. То есть, это всё-таки разное. И мне кажется, что в первую очередь вам нужно определиться со своими приоритетами лично для себя. Да? Если вам важно развитие отношений и какой-то, я не знаю, статус может быть или что-то ещё. Совершенно очевидно, что ваш мужчина для этого не подходит, потому что там есть определённые трудности и даже если вы будете прилагать какие-то усилия к тому, чтобы вывести отношения на нужный вам уровень, на нужное вам русло, это всё равно не факт, что это получится, всё равно не факт, что вы сможете это сделать и получить именно то развитие отношений, которое хотите. Вот. Поэтому такой момент. Если вам важен человек, именно человек, то по большому счёту развития отношений и его семья вообще никакого значения не имеет. Потому что, ну, как бы, как бы, отношения, вот, в данном случае, в данном случае, строите вы с ним только. И всё. И его семья – это, его семья – это другие люди, в общем и целом, которые довольно слабое отношение имеют к нему, к нему. И если у него нет личных границ, к примеру, то вы вполне можете его научить этим самым личным границам. Сделать это может человек, который любит, который понимает, что есть что-то, что он хочет дать своему партнёру. Понимаете? Так что, в данном случае, как мне кажется, ваш вопрос продиктован, скорее всего, определёнными страхами. Я бы даже сказал, что, возможно, тревожностью какой-то, связанной, например, с тем, что если вы от этого мужчины уйдёте, то вам придётся начинать всё заново, а этого вы не хотите. То есть вам, видимо, не так просто вступать в отношения с мужчинами. Тем не менее, вы выбираете мужчину, у которого есть трудности в отношении, ну, трудности с постраданием отношений. Вот, ну, прям со религией и так далее. И как бы осознаюте ли вы тот факт, что проблемы могут быть как бы всю вашу жизнь, саму истину. Его родные, в общем и целом, вряд ли, в ближайшее время изменятся. Да? Вот. Вряд ли они прям будут поменять свою позыву, поменяют своё отношение к вам. Вот. Даже если вы там, грубо говоря, будете что-то делать. Вот. Вот. То есть как бы здесь, здесь, ну вот такая, на мой взгляд, ситуация. Вот. Вот. Достаточно непроста, как мне кажется пока, по крайней мере. Вот. И, соответственно, соответственно, с этой ситуацией по этой ситуации, ну, нужно работать. Вот. 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 Допустим. Допустим. Ну, если мужчина щипает, что то, что происходит между вами, Что-то происходит с вами сейчас, ну, время в ваших отношениях. Проблема, то вы можете, ну, вместо человека, да, вместе с мужчиной, обратиться, как бы, ну, на консультацию, вот, обратиться за консультацией и, как бы, проблему решить. Вот. Понимаете, да, о чем идет речь? Это при условии, если он действительно будет спать от проблем, ну, спать от проблем, вот, человек. Такая история, как мне кажется, по крайней мере. Такая история. А вот. Там он спал. Вы, ну, вы, ну, вы правы, это отношения нужно, нужно мне? Там, вот, все равно, как бы, все равно вы будете вправить отношения. И, там, условно говоря, с его семьей, да, и, там, друг с другом и так далее. Я думаю, нужно учиться, вот, в данном случае, договариваться, договариваться, как-то. И проставить границу, чтобы, ну, не было, вот, какой-то путаницы. Вот. Понимаете, да, о чем идет речь? Ну, на мой, ну, на мой взгляд, по крайней мере. Вот. Такая история. Надеюсь, вам это было полезным. Надеюсь, вам это было интересным. Буду вам благодарен за обратную связь. По моему ответу, это позволит вам начать работу над собой. Вот. Отдельное внимание, пожалуйста, уделите причине, как бы, по которой вы задаете свой вопрос. Ну, ну, по-фильм, ну, по-фильм, по-фильм, на мой взгляд. Ну, по-фильм, я бы сказал, по-фильм, по-фильм, я бы сказал, что будет. Ну, по-фильм, по-фильм, это было интересным, даже не какой-то, или нет. Насколько эти варианты для нас равна вносит. Понимаешь, да? Тут как бы, ну, какой из вариантов, грубо говоря, для вас более, может быть, предпочтителен. Вот. Какой вариант для вас, ну, вам нравится, вот, и так далее. То есть, как бы, тут вот такая история. Обвязано это для себя. Вам нужно решить, как мне кажется. По крайней мере. Там, да? Вот. И соответственно. Тогда, тогда вам будет проще. Вот. На этом все. Удачи вам. Удачи вам. Удачи вам. Всего самого доброго. Удачи вам. Обращайтесь, собственно, за помощью. Вот. Обращайтесь. За разъяснениями. Вот. Будем рады вам помочь. И надеюсь, что ваша ситуация будет самым лучшим образом. Разрешено. На, да, не могу. На, влезайся, будешься.